Партнеры, вы знаете, что 15 числа состоялась конференция, она была вводная конференция с руководством компании ID Identification, то есть представлял сторону бизнеса у нас вице-президент Мигел Гомеш и планы развития возможности наш президент, впервые, в общем-то, встречавшийся с большим количеством партнеров Клаудио Энрике. Почему с большим количеством партнеров? Ну, Клаудио находился в отдалении длительное время. Мало того, что он живет на другом континенте, болезнь его вывела из состояния рабочего почти на 6 месяцев. Поэтому серьезные проблемы со здоровьем, к счастью, закончились к концу сентября. И вот за октябрь деятельность, которая была развита, проявлена президентом в области именно глобального расширения информации и партнерства с нашей компанией на уровне серьезных корпоративных договоров, это все вот сейчас и в России в том числе нашло свою реализацию. Итак, 15 ноября большое количество партнеров, более 100 человек у нас присутствовало на этой встрече. Это не был вебинар, это не была мотивация «поднимайся, Россия», как обычно. Да, вау, побежали, нет. Серьезные люди говорили о серьезных вещах. И самое главное, что звучало, и это радует, что многим понятен этот тезис, это принцип нашей компании. То есть в начале компания дает нам возможность не просто построить по маркетингу себе доход на какой-то период короткий, средней длительности. Компания строит базис, который, как Мигел сказал, нам формирует доходность среднего и длительного периода. Очень длительного. Почему? Потому что это первая компания, которая, взяв на себя обязательства по долгам умершей компании, знаем много причин, какие происходили с Иглбитред, не буду их повторять сегодня, к которым она не имела никакого отношения. Компания взяла на себя обязательства по долгам партнеров. Мигел явно, четко рассказывал, что формируя на сегодня основу бизнеса, базис бизнеса, фундамент бизнеса, который впоследствии каждому из нас гарантирует получение наших дивидендов в зависимости от инвестированной суммы, это цель и задача компании номер один. Вначале мы для вас, но вы должны не забывать, что без вас мы ничего не сделаем. И вы для нас, мы взаимовыгодны друг другу. Так говорил Мигел. На самом деле так и есть. Почему? Потому что на сегодняшний момент, вот столкнувшись в России с переговорной частью деятельности руководства, ну не всегда же эта работа видна, не всегда понятно, что именно пытается нам сказать руководитель, что именно они пытаются довести до пользователей, не раскрывая секреты фирмы. Мы сами пользователи на сегодня этой платформы. Мы акционеры и должны быть деятельными акционерами, деятельными партнерами в своем клубе, в своей компании. Но на сегодняшнем этапе, учитывая тот багаж, который пришел к нам из прошлого, к сожалению, негативный багаж, и у каждого, ко всему прочему, есть негативный опыт работы в подобных ситуациях, доверие подорвано. Подорвано к любым начинаниям позитивным, от руководства доверия партнеров подорвано. Именно поэтому так важна была эта встреча, чтобы донести, что после длительного периода формирования юридической базы в легальном поле по многим регионам, настал момент, когда можно сказать, физический товар у нас есть, у нас есть разработки, которые в стадии запуска, вот уже к декабрю, к Дубае, это в стадии запуска разработки, которые дают возможности широчайшего применения наших коинов, плюс к этому сам обменник, это весьма и весьма доходная часть нашего бизнеса, и это уже есть. У нас есть платежная система, которая в том числе на сегодняшнем моменте практически все документы, разрешительные, квоты, что угодно, протоколы, лицензии, абсолютно все уже компании МИД, Клаудио это сказал уже, что на сегодня получены все бумаги, адаптирующие возможность работать в любой точке планеты с платежной системой, с нашей картой, это есть. У нас есть система оператор Тильпоп, который позволяет в эконом режиме реализовать бизнес каждому из нас в любой точке планеты, потому что это свой оператор, имеющий лицензии, уже теперь окончательно, потому что Мигел подтвердил покупку станции в Лондоне, они оплатили, они все необходимые и необходимые затраты сделаны, бумаги подписаны, заключены договора с лондонской станцией, почему? Потому что покрытие должно осуществляться в том числе на Европу, на Россию, это вот станция в Лондоне, я не знаю в какой стадии на сегодня еще в Дубае, но по-моему там тоже уже все готово, это я не слышала, не могу повторить. Очень много что сделано из той работы, которая для обычных акционеров, рядовых пользователей, она не видна, мы не понимаем, что конкретно, куда конкретно идут деньги, каким образом распределяется недоходность, а инвестиция всех входящих в компанию денег, поэтому очень полезно для меня, в частности, было наблюдать, каким образом компания работает в России в том числе, потому что номер один задача для нас с вами, думаю, вы согласитесь с нами, это возможность легального бизнеса на всей территории российского пространства и постсоветского пространства, потому что мы знаем, что и сейчас уже, в общем-то, законодательство ужесточается повсеместно в России, в том числе с Нового года, какие новые законы будут входить в действие, мы не знаем, а мы хотим работать долго, поэтому открытие легального подразделения, это была задача номер один, и необходимо было доехать все-таки в Россию, чтобы понимать реальность быстрого запуска подразделения ID.ru, потому что ID.identification.ru – это то поле, где вы сможете, любой из вас желающий может предъявить финансовым органам свою доходность и заплатить налоги, это важно, причем функционируя в легальном поле уже ID.identification.ru, возможность пользоваться платежной системой, а это уже межбанковские соглашения тоже легально, мы знаем, что с картами иностранными, это иностранный продукт финансовый, да, много чего происходит, уже сейчас происходит до конца года, еще будут приняты некие положения из начала года, чего ждать никто не знает, если мы хотим действительно показывать свои доходы, работать легально, отчитываться по доходам и платить налоги, а это самая главная составляющая любого бизнеса, который собирается жить долго. Ничего в этом страшного нет, я в этом живу все время. Для меня всегда проблема найти компанию, которая бы мне именно предоставила возможность отчитаться по моим доходам. Все, кто уже бывали здесь, многие видели, что любая покупка в магазине сопровождается вопросом. Номер контрибуинта, это мой финансовый номер, то есть у меня пока его здесь спрашивают на малые покупки, там до определенной суммы. Большие суммы у меня никто не спрашивает, у меня просто требуют. Я оплачиваю какую-либо покупку выше 100 евро, у меня не спрашивают, требуют мой финансовый номер. То есть глобализация учета по всему миру и отчетности позволила компьютеризировать все данные о проживающих гражданах и негражданах на территории той либо другой страны. Во многих странах и малые покупки у вас никто не спрашивает. Во многих странах вообще наличный расчет – это вещь такая, скажем, весьма странная и редкая, потому что все, что проходит через банковские карты, это все сразу учитывается. Поэтому для меня это уже привычный вариант. И в принципе для меня важно получить налоговую декларацию именно от компании, чтобы доказать свои доходы за определенный временной период, за год, да, и спокойно жить дальше, работая в легальном поле, понимать, что я могу длительное время предоставлять отчетность, спокойно жить и никогда не буду иметь проблем с финансовыми органами, потому что это в принципе самая главная проблема в Европе во многих странах. Почему? Потому что любая неуплата, сейчас в России то же самое, любая неуплата определенной суммы, но здесь во всяком случае начинаются от десятикратного размера, стократного и более, причем очень короткий период растет, то проще заплатить вовремя, чем потом все равно я заплачу, получу еще проблемы с трибуналом и много других проблем, которые не позволяют в свободном режиме перемещаться по Евросоюзу. Поэтому это номер один, легальность компании и, как сказал Мигел, цель и задача нашей корпорации в каждом регионе, в каждом подразделении нашей глобальной платформы, подразделение это что? Территориальное размещение бизнеса, иметь представительство, иметь представительство, которое будет работать в рамках закона этой территории. Поэтому поездка была не только ознакомительной для руководства, скажем так, с нашей частью структуры, с русскоязычными партнерами, но и изучение юридической базы и возможности построения бизнеса. Это прежде всего была деловая поездка. Естественно, руководство понимало важность мероприятия, которое в пятницу прошло, поэтому они согласились выделить. Кто был на конференции, видели, что буквально без пяти минут мы вернулись с переговоров, они выделили эти три часа для того, чтобы встретиться с партнерами лицом к лицу, как говорят. И я думаю, это было полезно обеим сторонам. Самое главное для меня, что руководство понимали и раньше, но сегодня просто осознали потенциал и российской структуры, возможности, и российского бизнеса. Поэтому хочу сказать, что поездка была супер успешной, я бы так это назвала. Прежде всего, что хочу сказать. Вообще все новости, что касается запуска определенных подразделений, это Дубай. Я не могу об этом говорить. И помним, что Мигел просил не снимать даже те кадры, которые показывали по Эдишоппинг, по возможностям он просил не снимать, не выставлять на YouTube, потому что все партнеры во всех регионах в одно время должны узнать новости. А нас все-таки 170 стран. В Дубае будут представлены практически все страны, которые, ну не все, естественно, есть малое количество в каких-то странах, которые только начали двигаться, но большая часть лидерской позиции будет представлена в Дубае, поэтому информация будет дана полно. Кстати, нам ее не всю дали, поэтому мы в некоторые моменты тоже не знаем. Что я могу сказать? Что такое Эдишоппинг? Мы слышим об этом давно, мы знаем об этом давно, но столкнулись мы в этом вот так предметно. Только сейчас я осознала, какие затраты и какие действия компания предприняла, чтобы площадка Эдишоппинг была не просто онлайн-коммерция, которая пришла и ушла, либо чье-то желание, которое сегодня дает, завтра не дает, а это было подразделение. Отдельная компания, которая пришла всерьез и надолго. Прежде всего, вот продукты, которые показывал, уже сегодня есть у нас добавленные на площадку, это продукты, прежде всего, высокого качества. Обязательство, которое берет на себя компания, это предоставить возможность продавать продукты высокого качества. Но от партнеров, которые выставляют свою продукцию на наши площадки, обязательным является подтверждение не просто качества, а марки этой продукции. То есть там со всеми партнерами договор идет на уровне эксклюзива. То есть если с кем-то компания договаривается, то это либо партнерские отношения в перспективе мы их получим, которые дают возможность воспользоваться их марками. На сегодняшний момент это продукты все группы А. То есть 21% скидки, группа А – это бренд компании, то есть эксклюзив. Поэтому если мы видим, вот я понимаю, что у некоторых вызывает недоумение там товары, допустим, фитнес-товары, либо группы ПЭЦ, это ассессориус, предметы ухода и использования животными, поэтому нужно сказать, что это та группа товаров, которая не требует лицензирования и которая покупается во всем мире. Так либо иначе, кому-то непонятно, кому-то понятно сразу, в Европе это всем сразу понятно, потому что скидка в 21%, а эти товары от брендов мировых, ПЭЦ – это мировой бренд собачьей принадлежности для животных, а учитывая, насколько это популярно в мире, и здесь в каждом доме есть собаки, я своим детям тоже два шейника куплю сразу. Это важно. Почему? Это вот те недорогие, учитывая скидочную систему, да, причем распространенные марки, которые на сегодня являются, ну, в доме каждого, скажем так, предметы, которые мы не замечаем, но они есть, каждый сможет купить, попробовать, отправить, и это не требует сертификации продуктов питания. То есть на сегодняшний момент, мы не досмотрели до конца, но там по именно фитнес-товарам, там очень большая группа, очень большая, там вот он переходит в костюмы, переходит в одежду. Эта группа доступна, очень широкая гамма размеров, и доступна практически каждому. Та либо другая деталь одежды, она применима каждым. Занимается кто-то профессионально фитнесом? Нет. Применима каждым. Далее, следующая группа товаров, которые показывали нам, это все то, чем мы пользуемся в реальной жизни. Все, что касается смартфонов, компьютеров, то есть всех наших гаджетов, очень много вещей, которые мы с вами покупаем, не замечаем, те же наушники, что-то еще, какие-то детали. Мы покупаем их часто, потому что они выходят из строя часто, китайская производство. Опять же, у нас товары подтвержденного качества, то есть мы покупая у себя, во-первых, это наша марка, это оборот денег, во-вторых, это все то, чем мы пользуемся регулярно. Это даст возможность, во-первых, продлить срок службы этих гаджетов, во-вторых, пользоваться и распространять бренд наш. Очки солнцезащитные, 50 позиций для мужчин, 35 для женщин. Нам показали там детали в офисе, вот кто был в офисе, мы видели, мы на себя все примеряли, очки замечательные. Не буду говорить, кто, но это расколученный бренд, американский производитель. Поэтому 21 скидка, только этот бренд, качество очков, вы же понимаете, 21% скидка. Не забываем, что 7 уровней, 7 уровней доходности по линейке. Так вот, вот это все сформировать, там уже очень большое количество товаров, несколько тысяч. На сегодня я выставила в чате, кое-что прибывает уже в офис для того, чтобы доставить в Дубае в наличии, скажем так, в физическом наличии продемонстрировать всем партнеры, которые там будут присутствовать. Поэтому это важно, прежде всего потому, что это вот та самая физика, которая всегда в любом бизнесе дает основу развитию. То есть в любом бизнесе, где есть продукт, необходимые ежемесячные проплаты, у нас это 50 долларов. Но не забываем, что у нас есть наша телефонная карта, сим-карта, которая позволяет, проплачивая ежемесячно вот этот пользовательский, для айтишопинга пользовательский взнос, мы проплачиваем 7 уровней вниз, мы получаем вознаграждение по этой, мы пользуемся сетью, мы пользуемся возможностью безлимитного интернета, мы пользуемся широкими возможностями в плане перевода денег с помощью карты, учитывая, что до этого момента, когда карта выйдет, у Брелл наша должна работать. Это все вот именно Дубае в 8 число. Поэтому на сегодняшний момент, если задуматься, это деньги на деньгах, как я говорю, заплатили один раз, получаем, во-первых, это инструмент перевода денег, во-вторых, разговора с кем угодно, где угодно, на любой точке планеты, по тарифу, который нас всех устроит, в-третьих, заработать по структуре, которая многократно превысит для каждого из вас, для всех, кто работает, оплату ежемесячных вот этих обязательных платежей. Вы же понимаете, 7 уровней вниз. Но это следующий этап, это не группа А, мы помним, что у нас там 4 группы, 5 основных. Поэтому группа А на сегодня, это пользовательский продукт, отдельно выделяется кофе. Кофе есть для пользователей, вся группа кофейновых продуктов, которые, кафела и конфеты на базе кофе, это уже продукт, который мы тоже видим в офисе. Но есть у нас отдельно кофе-продукт, который, кофе-сырец, который индустриально будет поставляться в те страны, которые заинтересованы в развитии этого партнерства. Я уже говорила, что партнеры, которые предоставят на контрактных отношениях с компанией, серьезных потребителей кофе-партнеров, да, у них там 5% заложено от потребления кофе регулярно всех партий. Поэтому это серьезный бизнес, и он каждому из нас, дополнительная наша доходность. На сегодняшний момент очень заинтересована Россия, и переговоры велись о поставке кофе. Почему? Потому что это бизнес, ну, наверное, на века, который позволит, бизнес именно индустриальный, собрав в логистическом центре, либо в складе, который потребители могут себе позволить и создать именно фабрику переработки кофе, создать свою марку. Что это получается? ID кофе, а вот смесовый состав, если вы получаете несколько видов гранул кофе, вы можете составить вкус сами. То есть рекомендации существуют особые, но это уже, так сказать, производство на территории страны, которое возможно для любого партнера организовать с помощью ID, и это реальность. Поэтому это бизнес, который даст возможность развиваться многим направлениям, даже вот тому партнеру, который приведет, допустим, какого-то серьезного потребителя. Что это означает? Кто-то захочет просто иметь мини-фабрику, которая получает нефасованный кофе, заниматься расфасованием, либо вообще вначале заниматься композицией. Кто-то захочет делать фасовку, да кто-то будет отвечать, ну, в своей определенной сети, в сети магазинов будет отвечать за продажу довольно другого количества. Это все цепочка, которая может быть организована на территории России. Почему? Потому что Россия у нас огромная страна, мы это знаем. И в принципе это бизнес, который наша компания уже готова предоставить. Я была свидетелем уже договоренности с фабрикой кофе в Португалии, которая является базой ID кофе-сорца. На сегодня мы знаем, что в Португалии устекаются очень много сортов кофе, производимых в различных точках планеты. И смесовый состав, который известный всему миру, это и Никола, это Дельта, это Секал, много композиций могу называть. Это составные композиции, это смесовый кофе, который получается не из одного вида. Даже Бразилия имеет четыре пояса, то есть четыре вида кофе. Может быть их гораздо больше, но четыре основных, потому что четыре климатических пояса. Любой климатический пояс, он имеет свой, ну вкус кофе имеет свою особенность. Поэтому это важно. Что касается бизнеса российского, я боюсь пока говорить, но думаю, что все у нас двинулось в позитивном направлении. Не было, не охватывала компания сейчас широкое количество предложений, которые, я имею в виду по айтишопин, продуктов, которые были предоставлены, потому что все, что касается продуктов питания, у нас уже есть линейка, замечательная линейка, именно внутри сал. Это продуктов для физического здоровья и рационального питания, они предоставлены, там замечательные продукты, продукты высочайшего качества. Но если Гурнет на сегодняшний момент тоже использует наши продукты, разрешила, в общем-то, применение айти продуктов этой линейки в своих ресторанах, это о многом говорит. Но у нас на сегодняшний момент, это второй шаг, который, конечно, в следующем году будет задействован, потому что предложений многое от многих партнеров. На сегодня договор, который предоставляет эксклюзивное право реализации продукта, я думаю, мы успеем тоже все сделать. Мне нужна будет помощь партнеров. Если есть у нас партнеры, которые профессионально делают видео, я специально сейчас так говорю, потому что нам очень быстро нужно в Дубае приготовить рекламную видеопродукцию на трех языках для предоставления этого продукта. Мы все с вами живем в мире технологий, в мире повышенной радиации, ну, от всего и от всех, скажем так, когда приводились примеры, статистика, все то, что вокруг нас происходит. Мы сами это знаем, все, мы в повседневной жизни с этим сталкиваемся, все читаем, все понимаем, но когда звучат цифры и когда, с вами говорит доктор технических наук, разработавший эту матрицу и рассказывающий систему сегодняшней нашей окружающей среды, которая каким образом влияет на клеточном уровне и что получают дети от момента рождения, становится страшно. Понимаете, это нужно осознать и нужно помогать самим себе, именно защитить свой организм для того, чтобы сохранить свою жизнеспособность, работоспособность до старости и не работать на аптеку, это по-русски говоря. Поэтому тот продукт, который им предоставили матрицу, 4 только выбрали продукта из линии кинюх, очень большая гамма, они работают в различных направлениях, это восстановление на базовом уровне, на клеточном уровне, восстановление биохимии клетки, что означает при использовании этого продукта вторая молодость проявляется. Ну это по-русски просто, чтобы было понятно, я не буду вдаваться в физику, это сложно, долго, очень трудно было переводить, но мы все это поняли, аннотации будут даны грамотные для широкого понимания всех, что именно это за продукты, для чего они используются. От минимальных примитивных для защиты от e-smoke и радиоволн, компьютера, смартфонов и всего остального до серьезных матриц, применяемых нашим организмом для восстановления жизнедеятельности клетки, ну скажем так, на уровне ваших первых лет жизни, то есть молодости нашей. Вторая молодость, как они называют, дай бог, чтобы это все мы успели сделать до Дубай, потому что широчайшая реклама вот такого продукта от российских производителей, которые могут неограниченно поставлять эти продукты по всему миру и они имеют вид и вес, но минимальный, то есть это все то, что может быть отправлено с помощью почты в любую точку мира, здесь не нужен DHL. Поэтому это очень удобный, очень необходимый и по цене весьма и весьма доступный продукт по сравнению с аналогами, которыми на сегодня переполнен рынок. Это Китай, это Южная Корея, очень много продуктов, как нам доказательно показали, рассказали, было украдено именно у этой разработки, почему? Потому что купить такой продукт возможно, разложить его на составляющие, наука не спит нигде, в любой стране мира работают ученые. А что такое промышленный шпионаж и воровство идеи, мы об этом знаем. Но самое главное ноу-хау, о котором мы услышали, разложить можно, можно понять, как это работает, можно дойти до составляющих, что из чего состоит компонент, из чего состоит продукт. Самое главное, активация материала происходит, это секрет компании, происходит только у нас. Все это возможно сделать, но вот активацию металла, активацию самой матрицы делаем мы, материалы, не матрицы, материалы, из которых изготавливается матрица, делаем мы. И это секрет, как и каким образом. Вот именно поэтому сроки службы, а также количественный, ну не количественный, качественный, наверное, период службы этих матриц, он у нас несравнимо больше, эффективность несравнимо больше. Потому что там были заданы специальные вопросы, Мигел сразу включился, конечно, в технологическую цепочку. Удивлял, приятно удивлял профессионализм Мигела, когда мы стали понимать, что не только юрист, финансист, предприниматель, но еще человек, который понимает, глубоко понимает составляющую именно бизнес-предложения любого, бизнес-предложения. То есть он глубоко профессионально подходит к работе с любым продуктом. Конкретные вопросы в глубину, даже в такой сложной области, как физика, физические какие-то представительства, это все плюс в корзину нашей компании. Поэтому нас порадовало, что компания договорилась об эксклюзивном представлении этого продукта в мировом масштабе, ну при определенных условиях. Вот эти условия нам как раз можно помочь компании быстро выполнить. Вы же понимаете, что наполнение линейки российскими продуктами означает немедленная, в общем-то, легализация компании на территории России, чем компания, собственно, и занялась. Поэтому я надеюсь, что уже в январе, ну это определенный бюрократический процесс, мы не можем его ускорить, причем идут новогодние праздники, а в Европе они начинаются раньше. Повторно нужно будет прилетать к компании, чтобы подписывать документы, открывать представительство, все это делать. Нужен юридический адрес, нужен физический офис, все это нужно, нужен штат. Это все реально открывающиеся подразделения нашей компании в России. И это, в принципе, вопрос решенный. Это радует. Я не буду говорить о всей бизнес-договоренности, которые достигнуты в России. Это постфактум, когда произойдет, естественно, будет сказано. Но я хочу сказать, что мы услышали в процессе переговоров, что я услышала о том, что уже сделано. Мы много говорим о том, что компания развивает где-то бизнес каким-то образом, с кем-то договаривается, что-то где-то пытается построить, где-то как-то чего-то предлагает. Но мы никогда не имели доказательной базы, где именно и как именно. Я не буду называть суммы, но могу сказать так. Все то, что уже на сегодня показывают мастерам, показывают лидерам, которые посещают офис компании, можно озвучить. И это три ПЛА-фабрики, которые на сегодня подписано финансирование, начинается строительство. Но я в январе не буду брать февраль все-таки, потому что после 20 января начинается финансирование. Это Пакистан и две фабрики в Бразилии. Это не слова, потому что территории выделены, территории видны, их показывает Мигел. И я вот в разговорном режиме приходилось переводить. Я услышала, какие фонды финансируют, какие суммы, и это реальность. Плюс еще одна фабрика разлива воды уже в нашей бутылке Лос-Анджелес, Соединенные Штаты. Вот сейчас, на следующей неделе, закончится обработка документов по России, Мигелите, Соединенные Штаты. Потому что завод по разливу воды в бутылки, производимые ПЛА-фабриками на территории Бразилии, финансирует из одного фонда. Поэтому представительство... Это очень важно было услышать. Представительство в Соединенных Штатах есть. Ну, в Бразилии, естественно, есть. Открыто уже в Пакистане, в процессе в Индии, в процессе, причем, очень так далеко продвинувшемся. Ну, и сейчас уже в процессе мы. Это очень важно. Не забываем, что Дубай у нас есть. То есть это все те центры, где будут открыты логистические центры, большие центры для распространения продукции по территориям, относящимся к этому логистическому центру. То есть это у нас Соединенные Штаты, это у нас Латинская Америка, это Бразилия, это у нас Дубай, Азия и, видимо, Пакистан, Азия. В Бразилии их два будет. И у нас на сегодня уже заявлен, где это будет Беларусь. Об этом Мигел говорит многократно. В Беларуси логистический центр, который будет обслуживать на этом этапе Россию и Европу. Ну, плюс еще Португалия, Лиссабон, тоже логистический центр. Где у нас есть достаточно места в нашем двухэтажном офисе, где можно сделать на стартовом этапе свой мини-логистический центр. И перспективы развития, конечно, уже отдельно с крупными территориями, когда структура двинется к росту достаточно быстро. Это абсолютно все то, что есть. Почему я еще хочу это сказать? Я без конца видела получение сообщений. В Беларуси не один работает, команда программистов, я все время бы такой, извините, команда юристов. У него два помощника, два человека, которые занимаются реализацией задач по открытию подразделений и легализации во всех этих территориях. Поэтому приятно было видеть, уже мы находились в России. Это уже был воскресенье, было отчитывался юрист, написал, что закончены все работы, получены все лицензии по открытию и легализации компании. ID-шоппинг в Португалии, это означает Европа. Следовательно, все вперед, логистика может уже работать официально на Европу, все это есть. Так вот, открытие компании, мы прекрасно с вами помним, да? Первая стартовая регистрация компании в Европе – это 10 тысяч. Так вот, каждая ID-шоппинг – это открывается новая компания. Эта компания лицензируется, протоколы, счета, оплачивается все, серверная база – это все оплаты, это все инвестиционная часть. Вот та минимальная, а как оказалось, она не минимальная, инвестиционная часть, которая нам необходима для существования в легальном поле и реализации наших амбиций в плане развития бизнеса. Она нам нужна, эта база, без нее это все фикция на 3, на 4, на 5 месяцев, сколько кто выдерживает. Далее начинаются вот те проблемы, которые всегда… На сегодня компания не доживает до года. Раньше важно было дотянуть 10-11 месяцев, на сегодня это все 3-4 месяца. Почему? Если компания, переживая первый стартовый год, за этот период, не стремится создавать в физическом, реальном, юридическом поле регистрации, открытия компаний, то она после 11 месяца перерегистрируется, носит другое имя, другой веб-сайт у вас появляется. Почему? Потому что налоговые каникулы в течение первого года дают право работать в этом поле, и потом, если вы уходите из юридического адреса, то есть практически компания закрылась, открывается новая. Партнерам рассказывают сказки, нас переносят, переводят, переходите кликом через email, кликом переходите на новый носитель, или у вас все в порядке, у вас все то же самое, нет, не то же самое. Компания перед новой открылась, новая открылась, вас в базу данных перенесли, вы сами с этим согласились. Причем мы не знаем о том, что перенося нашу базу данных из одной компании в другую, обязательства старой компании перед новой не сохраняются. Примеров этих можно на пальцах двух рук не хватит проводить, рассказывать, что именно это означает, но, как правило, компания, которая, да, все та же, которая называлась так, потом иначе, потом третье название, нужно понимать, что когда начинают партнеры что-либо требовать от компании, которая закрылась, и в легальном поле имеет третье или четвертое название от начала их создания, то она несет обязательства по последнему именно названию. Я не буду называть компанию, но все прекрасно понимают, начинаются суды, доказательства, люди требуют деньги, а нет, нет, куда компания закрылась, вы дали клик, соглашение добровольно перешли в следующую, и предыдущая, извините, своими обязательствами ушла навсегда. Наша компания делает все для того, чтобы вы понимали, пытаются доносить, и Мигел, ну это действительно так, Мигел на сегодня общается с очень большим количеством партнеров, даже будучи в России, у нас тут серьезные переговоры, у него с Италией конференция, и на 2,5 числа он ушел в конференцию, но это нужно делать, потому что мы не единственные в мире, да, у нас очень много, имеется в виду представительства различных стран языковых, очень много подразделений, были опять же приятно удивлены, насколько он владеет португальским, испанским, итальянским, французским, английским, в общем-то приятно удивлены. Поэтому, когда он отвечает на вопросы партнеров из многих регионов, это означает, что компания, она жива, она в том же составе, компания в виде руководства в том же составе стремится быть максимально прозрачной и открытой. Это важно, потому что взяв на себя долги предыдущей компании, не получив по этим долгам, по обязательствам никаких инвестиций, компания стремится и делает, и уже внедряет разработанную программу рекомпенсации наших инвестиций в другую компанию. То есть это важно понимать для каждого. Вопрос постоянный, когда, что и как, я всегда повторяю. Компания готова сейчас, очень много чего готова, и это теперь видно, и можно продемонстрировать и физически подтвердить, для того, чтобы дать старт, вот, 6, 7, 8 числа в Дубай, старт многим направлениям бизнеса. Прежде всего, возмещение инвестиций, это контрактные отношения с компанией. Почему именно эти деньги заходили в ID Identification в реальном времени, в реальном составляющем, то есть деньги попали в компанию от партнеров, контракты, именно эти деньги первые, потому что все остальные мы с вами перешли балластом, да еще и приумножили свои, скажем так, доходы, которые были даны в другую компанию, поэтому план компании, прежде всего, отношения по долгам, это с людьми, которые принесли деньги в ID Identification, и поэтапный ввод программы возмещения нам с вами доходов, неполученных работы в Wigelbit Trade. Это нужно всем понимать, всем доносить. Если бы компания просто от вновь ходящих партнеров брала внизу, отдавала вверху, сколько проживет, вы можете посчитать из месяца в месяц при наличии составляющей дивиденды, то есть ежемесячного пассива, вы можете посчитать, сколько такая компания приживет при активной работе структуры. К сожалению, большая часть структуры весь этот период только ждала милости с небес. Не хотели воспринимать вот те встречные шаги, которые нам разрешили делать для того, чтобы мы сами смогли, понимая реальность, физическую составляющую бизнеса, реальность планов на перспективу, могли сами начинать строить бизнес-отношения с новыми партнерами, объясняя всю концепцию тенденции развития. На сегодня это реальность. Многие партнеры, которые поняли, включились в работу, стали приглашать новых людей, объясняя доходчиво и демонстрационно доказывая реальность происходящих действий в компании. Все-таки завод сделано очень много, то это вызывает уважение к этим партнерам. Я почему благодарила всех, кто приехал. Полезная эта встреча еще была тем, что люди убедились и понесли эту уверенность дальше в структуры. Всегда вы понимаете, мы идем на людей. Мы прежде всего верим кому-то, пригласителю, который нас привел в компанию. Прежде всего вы знаете его профессиональные качества, либо не знаете, потом разочарованы. Вы знаете его послужной список отношений с партнерами. Поэтому вы доверяете кому-то, его профессионализму, прежде всего, в начале, до того момента, как сами убедитесь в реальности предлагаемого бизнеса. Когда вы убедитесь, вы должны идти дальше и несите знания дальше. У нас цепочка эта прерывается. Именно поэтому планы, которые подписывали мы все, подписывая договора мастера, с момента старта, то есть в следующий год, 20-й, это каждые, 4 раза в году, каждые 3 месяца, в разных регионах страны, в каждых странах, где развивается широко сеть, должны проводиться события от расчета, от 200 и выше партнеров, присутствующих на этом событии, то 4 раза в году. Как это будет по России, мы договоримся, спланируем, какие регионы, но это, об этом Мигел сказал, и это в плане. Поэтому очень важно вот эту цепочку не прерывать информационную, и не только там, я не знаю, очень ограниченному количеству лидеров, но практически включать дубликацию по структуре. Тогда будет понятно, что в реальном режиме, сегодняшний день, компания действительно работает и оплачивает дивиденды, оплачивает все доходы партнеров, которые работают в БТС именно инвестициях, потому что инвестиции пока в наших монетах, которые мы с вами сделали апгрейд, и получаем доходы сейчас по дивидендам, они пока в стадии ICO. Вот закончится стадия ICO, начинается движение Умбрэл, и мы с вами получаем в реальном времени и обмен наших монет. И могу вам сказать, что вот переговорная часть с бизнесом по нескольким направлениям, прежде всего это сельское хозяйство, прежде всего огромные поставки. Но это не важно, это все будет подписано, будет все озвучено после Дубая. Но это все обоснование, в том числе контрактное обоснование существования ECO и Агрокоинов. И ECO, и Агро на сегодня, особенно он привел примеры по Агро, практически на сегодня закрыть еще два цикла от урожайного периода и через Меркосул распространение продуктов питания по регионам, закрыть два цикла, то есть два сезона и Агро нет. И все, пошел повторный курс повышения стоимости по торгам, потому что есть многие моменты, которые сейчас пришли от Клаудио в Меркосул, через наш Уолсур, пришли именно в обязательном отношении использования кое-каких направлений в сельском хозяйстве, там много чего, это контрактные отношения. И вот эти контракты, которые он заключил, эксклюзивные для ID по поставке по некоторым направлениям от удобрений до продовольствия, они позволяют, ну, скажем так, за два урожая, за два периода, мы знаем, что в году два урожая, то есть за год практически выбрать все Агрокоины по необходимым договорным отношениям, уже выбрать. Вы же понимаете, год прошел, следующий год, опять те же отношения, опять два урожая в году, рост какой монеты. Очень много информации этой, которая постепенно будет дана всем, и мы всем поймем, вообще, что у нас в руках. Мы потом скажем большое спасибо, что нам дали, и дали эту возможность, вложили нам ее в руки, и поймем мы это, когда мы действительно увидим, каким образом будут использоваться наши коины в реальном режиме времени. 2020 год, это изменится очень много на рынке криптовалют, мы об этом знаем сразу, с течением года, в середине года, в конце года, мы не знаем. Но изменится очень много по регламентации работы именно с криптовалютами, не обеспеченными ничем. Так вот, обеспечение наших валют позволит им не только преодолеть этот барьер, это именно та часть валют, которая необходима, потому что используется в тех областях финансов и экономики, которые востребованы ежедневно, ежечасно, всеми жителями планеты. Поэтому это важно. Важно было понять и важно было услышать, увидеть суммы, контракты, бесконечные переговоры по телефону. Помню, нас многие партнеры спрашивали, почему Клауди все время говорит по телефону. Это правда. Все время. Один телефон, либо два телефона. Он только выделил время вот на конференции, когда он был доступен. Один телефон, либо два телефона все время. Если я прислушивалась, если было время прислушиваться, я слышала, о чем он говорит, какие отношения, с какими точками планеты. То есть это от Китая до Латинской Америки, от Австралии до, скажем так, Англии отношения на всех континентах, на уровне бесед именно в рамках работы в эко-секторе и агрикультуре, то есть сельскохозяйственной продукции и секторе. Это все значимо. Плюс не дошли у него руки, но он сказал, что это опять же в ближайшие две недели Тельпоп, потому что невозможно охватить все, потому что прежде всего не просто дать токен и сказать, что вот он пошел, у вас будет все прекрасно. Нет. Необходимо было обеспечить именно контрактное отношение по вопросам использования нашей сети крупными корпорациями на всех континентах для того, чтобы обеспечить нам взаимодействие операторам и возможность вот обещанных услуг, а также увязать. И он сказал уже в России, все, получены все разрешительные лицензии, все протоколы подписаны, все составляющие нашей системы получили лицензии от банка до именно Убреллы, что означает возможность этого закрытого цикла в реализацию запустить уже в декабре. Это радует. Это такие беглые новости, быстрые новости. Но почему я попыталась сделать таки обзор всего того, что происходило, потому что это важно понимать, знать, важно всем. Прежде всего для того, чтобы победить страхи у себя самого. Вы думаете, я чем-то отличаюсь? Нет, мы все одинаковые, мы все имеем свой негативный путь изучения этого рынка, все мы боимся, что будет завтра, а вдруг. Так вот здесь вдруг не будет. Еще раз профессионализм Мигела подтвердил, что вот здесь вдруг будет или не будет. Нет. Вот когда он говорит, айди есть, и айди будет все время развиваться в том направлении, который новыми концепциями определен для компании. Он будет развивать, то есть компания, которая будет развиваться все время. То, что есть в реальности на сегодня, это физический продукт, это база для MLM, составляющей, гарантирующей реальность производимых, добываемых для нас с вами возможностей уже сегодня оплатить реальные дивиденды. Это строящаяся база, очень широкая, многоплановая база индустрии. Это все то, что сегодня уже можно доказать и показать. Плюс банковские отношения, наша финансовая система, наш обменник, который тоже вот они есть. Когда мне говорят, когда заработает обменник, я удивляюсь, почему компания, вернее компания доносит, почему лидеры не доносят ситуацию в реальном времени, что обменник-то работает. Когда объявлен ICO, период ICO до выхода на CoinMarketCap, это означает продажа определенной части существующих монет через пониженную цену, продажа именно через этот носитель. Не включают другие инструменты, только потому, что идет ICO. То есть, если включат другие инструменты, ICO должно закончиться, не может быть уже цены 0,55 копеек. Так вот, если вы кликаете токены, то вы можете купить все четыре токена. Если вы кликаете на каждый токен и видите, что происходит. К сожалению, даже наши партнеры не заходят и не знают и не видят, что количество токенов уменьшается, что сколько в резерве стоит золотых токенов, на какие суммы, сколько. Зарезервировано, это что? Это контрактные отношения, которые заключает Клаудио, они необходимы. Но это есть, это реальный режим времени ICO. Кто работал с монетами, тот знает, что ICO могут длиться от трех до девяти месяцев. Первый этап ICO, второй этап ICO, третий этап ICO, при ICO, при этом может быть дано только потом, через год-полтора монеты могут выходить на CoinMarketCap, могут выходить в реальную жизнь и пройдя там месячный период либо однодневный период обваливаться до, не знаю, до цены ниже принтуса. У нас совершенно другая система. Во-первых, ICO два месяца, два месяца всего. При этом ICO, которая готовилась больше, чем полгода, готовилась с контрактными отношениями с будущими потребителями этих разработок для учета информации, хранения информации на блокчейн определенного направления. То есть у нас четыре направления, четыре токена. Это все реальность. ICO заканчивается вот сейчас, конец ноября. Я думаю, что даже если какие-то день, два, но почему они объявили старт первая неделя, шестое, седьмое, восьмое, старт всего бизнеса в Дубае? Потому что правильно Мигел сказал, что не от нас зависит, не от компании зависит старт на сегодняшний момент у Бреллы. Все готово. Он подтвердил, рассказал, сколько месяцев, все готово, в каком режиме. Все это на конференции было сказано. Сегодня единственная задержка это страховая компания, которая еще не подтвердила два вайтпепера. Я поняла, почему не подтвердила. Клаудио обязался предоставить, он торопится. Болезнь выбила его на некоторых терапии. Но вот этот этап закончен, потому что он обязан предоставить в течение вот этой недели, почему он работал, сидел все время переговорная часть, договорные отношения по агрокойну и тайм-из-мани. Вот он работал, разговаривал, смотрел, готовил, бесконечно распечатывали бумаги. Они работают везде. Куда они не приезжали, работают везде. Вот эта часть, два вайтпепера, обещают, что в течение двух недель это все будет напечатано и закончено, потому что все необходимые протоколы, взносы, платежи и гарантийные суммы три месяца назад по договору с страховой компанией были нашей компанией исполнены и заплачены. Это важно. Важно, еще раз повторю, что все инструменты готовы к старту. И старт, шестое, седьмое, восьмое, старт, коучинг по нескольким направлениям, то есть обучение лидеров в понимании нашего бизнеса и включении дупликации у себя по структурам будет реализован именно в Дубае. Это важно и важно понимать, что для каждого из нас поехать в Дубае это успех развития бизнеса на следующий период. Для каждого из нас, потому что даже те крохи, которые там, либо в какой-то встрече, либо в офисе, либо вот в такой поездке, добываю я, могу сказать, это все равно не та полная концепция продвижения бизнеса, стройная, которая необходима каждому из нас, чтобы отвечать на вопросы и включать именно дупликацию в понимании стратегии компании для всех партнеров, которые будут приходить к вам в офисы, на встречи, либо в интернете, все равно где будут к вам приходить, но вы должны будете давать полную концепцию, стройную концепцию развития бизнеса при формировании прежде всего в начале физической составляющей бизнеса и потом настройки MLM, потому что это новая концепция, которую принесла наша компания. Есть дублеры, которые об этом говорят, но я удивляюсь, что кто-то еще может, в общем-то, рассматривать подобные компании, я вообще просто удивляюсь, потому что наша концепция, которая готовится уже вот больше года, да, в легальном поле, при этом используют наработки от Клаудио, которые он передал, но многолетние, прежде всего, не просто наработки в легальном поле, которые там или иначе зарегистрированы, там либо там, нет, это прежде всего отношения многолетние с большими, с огромными структурами, я уже Меркосул называла многократно, эта платформа сформировалась в 91 году прошлого века, Клаудио в ней участвует 10 лет, на уровне многих отношений, политических отношений со странами и континентами, напоминаю, что у него политико-социальная деятельность широкомасштабная, давно развивается, это все отношения многолетние, чтобы сегодня реализовывать эти контракты и этим обеспечивать легальность Койна в реальности, поэтому, ну это не один год и не два и не пять, это концепция жизни, почему он сказал, что пять лет, последние пять лет на конференции он говорил об этом, что он уже создал стройную концепцию реализации вот этой идеи в закрытом цикле с применением МЛМ пять лет, да, вот сейчас только старт начального этапа, он произойдет в Дубае, начального старта, только стартового, потому что, ну здесь перспективы столь огромные, необъятные, я бы сказала, что это пошаговое развитие, ежегодное увеличение объема именно производства для обеспечения дивидендов для одного миллиона партнеров, это перспектива не одного года, я думаю, что два-три года пока миллион партнеров, он может быть раньше у нас создастся миллион партнеров, закрытый клуб, как будет дальше, я не знаю, конечно, шопинг будет существовать, какая часть маркетинга будет существовать, а вот акционирование до одного миллиона и дальше какие этапы, я не знаю, это уже следующая концепция, потому что даже эту реализовать, просчитать и доказательно предъявить, это сложно, ну а дальше посмотрим, достигнем одного миллиона партнеров, это вот то количество партнеров, на которых рассчитана эта концепция бизнеса с маркетингом в 5х и всего того, что нам обещано на сегодняшний этап, это вот именно закрытый клуб на один миллион партнеров. Все, на сегодня все, что я хотела сказать.